Давайте я начну с того, что я очень надеюсь, что вы сегодня будете активными слушателями, обязательно будете задавать вопросы. И в качестве подарка у меня есть три экземпляра моего учебника «Финансово-грамотный цифровой мир». Это издательство «Просвещение». Вышел он в этом году для 10-11 классов. В общем-то, это эксклюзив, потому что по цифровому миру никто не пишет. И мы сейчас с вами как раз разберем, что понятие сниферинг-скимминг – это наша жизнь. Но о них мало кто знает и вообще понимает, что это такое. Поэтому это будет такой небольшой подарочек. Так что ваша активность, ваши вопросы – это ваша возможность сегодня уйти домой с книжкой. А это всегда полезно. Ну что ж, потому что ваше знание никто у вас не отнимет. Мы с вами начинаем. И у нас сегодня «Финансово-грамотность» в цифровом мире. Я являюсь топ-менеджером группы ВТБ. Уже больше 10 лет я работаю в группе. На финансовом рынке совокупно больше 15 лет. И, соответственно, являясь топ-менеджером группы, где-то порядка 4 лет назад я стала вести мастер-классы по финансовой грамотности для детей из детских домов. И после этого, собственно, я уже получила предложение от издательства просвещения написать такой учебник для десятых и одиннадцатых классов, потому что не было ни одного специалиста, который мог бы четко, скажем так, простыми словами объяснить какие-то основные вещи, связанные с цифровизацией именно в финансовой сфере. И мы сегодня об этом с вами поговорим. Ну что ж, тренд непрерывного образования со мной всегда. После школы я лет 16 училась совокупно, так что все виды образования, в принципе, у меня есть. Юридическое, экономическое. Я кандидат юридических наук и заодно еще успела поучиться в Европе. Поэтому варианты, как говорится, уточнить могу какие-то аспекты, связанные с тем, что вас интересует с точки зрения образования здесь, соответственно. Образованием, например, в Европе, в Штатах не смогу прокомментировать, но вот такие какие-то моменты есть основные. Давайте с вами рассмотрим, какие у нас основные предпосылки увеличения числа мошенничеств в цифровом мире. У нас, к сожалению, стоит PTTX. Ну ладно, вернее, не PTTX, а PDF. Но будет выводиться полностью весь слайд сразу. Старайтесь не читать сейчас слайд, старайтесь, скажем так, его смотреть просто боковым взглядом, и я буду комментировать. Первое, это, конечно же, увеличение объема финансовых транзакций. Вот я провожу мастер-классы, и, соответственно, буквально недавно в Сочи проводила, как раз у меня был отпуск, я его совместила на 1 сентября с походом в школу. И было у меня две группы обучающихся. 100 человек в актовом зале детей, это с 8 по 11 классы, соответственно, выбранные. И еще были учителя отдельно, тоже там порядка 70 человек, которых директор школы собрал. Так вот, давайте увеличение числа транзакций. Дети проводят в среднем от 5 до 10 транзакций в неделю. Это школьники, 15+. Соответственно, учителя проводят меньше с транзакцией, да, соответственно, мы понимаем, какая вот эта вот разница идет в поколении. То есть у нас с каждым годом именно за счет поколения будет возрастать количество транзакций. То есть уже никто у нас не ходит, там, не знаю, один раз получая зарплату в магазин или куда-то еще. Да, у нас ежедневно идут какие-то небольшие транзакции. Естественно, каждый раз у вас увеличивается вероятность совершения финансовых каких-то преступлений в этот момент. То есть постоянно идет такой момент кибербезопасности. Далее, избыток противоречивой информации. Ну, я думаю, что финансовая грамотность сейчас в интернете, в инстаграме, в ютубе не учат только ленивый. Наверное, я думаю, вы встречались, да. И вопрос качества такого преподавания, понимания вообще сути вещей теми людьми, которые их преподают, ну, весьма такой, скажем так, требует дополнительной оценки. Также у нас есть сейчас новые инструменты. Вот, например, вчера я была на форуме «Россия зовет», позавчера, вчера, если кто-то слышал, то такой форум проводит один раз группа ВТБ. Это инвестиционный в большей степени форум и такой, рассчитанный на иностранных инвесторов. Но там в том числе поднимались вопросы, связанные, например, с цифровым профилем. И руководитель Ростелекома говорил о том, что вот сейчас цифровой профиль будет предварительно запускаться. Есть свои нюансы, связанные с безопасностью в том числе. Но что мы имеем в виду? Что финансовая грамотность сейчас уже невозможна вне цифровой среды. Идентификация идет, соответственно, у вас в цифровой среде. Это уже первая часть. Более того, дальше вы переходите, и у вас финансовые транзакции идут тоже все в цифровой среде. И дальше эта ситуация будет продолжаться. То есть она никаким образом другой уже не будет. Ну и здесь еще очень важный момент, что у вас идет, скажем так, разрыв между знаниями. Технологии развиваются быстрее, чем мы вообще-то о них узнаем. Поэтому очевидно, есть такой разрыв. Но сегодня как раз частично этот разрыв мы устраним, я надеюсь. Ну а те, кто получит учебник, устранят его практически во всех других аспектах, потому что там есть все и про индивидуальный инвестиционный счет, про инвестиции. Собственно, там все есть и про стартапы, как накопить на пенсию им не себя, что очень актуально. По статистике, посмотрите, 97% у нас детей сейчас по статистике Асперского имеют уже планшет, смартфон к 14 годам. То есть 97%. Кстати, есть еще другая статистика, что примерно 5-8 часов дети проводят в социальных сетях и ютубе примерно в этом же возрасте. И теперь представьте, кто кого учит. Школа детей, соответственно, или вот эта вот сетевая экономика учит их. Давайте посмотрим на идентификацию личности. Вот как раз на те аспекты, которые я буду заострять немного внимания. Если кому-то нужна презентация, она есть у организаторов, я никогда ничего не утаиваю. Пожалуйста, я готова ее дать всем, кто заинтересуется. Значит, что касается идентификации, я всегда здесь делаю такой небольшой упор. Смотрите, у нас есть три типа идентификации, то есть три типа цифровых аспектов, которые у нас есть. Цифровые коммуникации, цифровая идентичность и цифровые расчеты. Цифровые коммуникации. Мы сейчас с вами общаемся, в основном, в чатах, в мессенджерах, в чат-ботах. Это просто тема, скажем так, будущего, она везде встроена. И в тех же самых, например, онлайн-приложениях, мобильном банке, инвестиционных приложениях, вот в ЭТБ-инвестиции, есть первая часть, это чат-бот, который отвечает на ваши вопросы, а вторая часть, это робо-эдвайзеры. Если вы сейчас спросите ребенка, хочет ли он положить деньги в банк на депозит, он скажет, нет, конечно, не хочу. Я хочу инвестировать. Я хочу инвестировать и на фондовом рынке, собственно говоря, что-то зарабатывать. Вот такая вот уже совершенно другая парадигма. Ну, не хотят, вот, я уже сейчас не говорю про ставки, которые сейчас, конечно, стали низкими, но вот по факту дети больше хотят уже инвестировать. А для этого нужны и приложения, и понимание, и как это все происходит. Второй момент, это цифровая идентичность. А где, собственно говоря, мы идентифицируемся? И здесь у нас два больших стрима. Мы идентифицируемся перед государством. И, кстати, часть тоже переходит уже в цифровую. Вот вчера говорили об электронных паспортах, которые нас ждут, собственно говоря. И еще одна часть, это, соответственно, часть, которая касается социальных сетей. То есть, собственно говоря, мы уже даем огромное количество информации и Ютубу, и Инстаграму, и Фейсбуку о нас. Более того, мы делаем это добровольно. И сейчас перевес такой получился в жизни, что на самом деле соцсети знают о нас гораздо больше, чем государство. Первый раз за всю историю существования человечества государство потеряло контроль над информацией о своих же гражданах. Отсюда, соответственно, вся эта ситуация и желание, чтобы соцсети мессенджеры давали как можно больше информации государству о том поведении граждан какого-то, не знаю, их определенного рода активности, которую они производят. Это очень важный аспект. Он такой критический. Более того, если, может быть, кто-то из вас слышал, что в сентябре месяце 48 штатов США из 50, я напомню, там всего 50 штатов, они возбудили антимонопольное расследование против компании Google. По двум основным параметрам. Первое вопрос, а правильно ли она, собственно говоря, алгоритмы поиска настраивает, а не подстраивается ли она под кого-то, а нет ли там сговора и так далее, потому что, в принципе, это монополист. И второй момент, это по поводу рекламы, что вот это вот антимонопольное положение на рынке рекламы тоже, соответственно, может ухудшать права поставщиков. Каким образом сейчас коллеги будут разбираться? Но по факту за прошлый год Google заработала 50 миллиардов долларов на рекламе, включая YouTube. Как монетизируется YouTube Google? Ну вы понимаете, да, что количество просмотров дает количество денег YouTube, соответственно, потому что какое количество людей смотрят рекламу. И сейчас аудитория YouTube это порядка 90% школьники и подростки. И они смотрят все подряд, особенно маленькие дети. Ну здесь уже есть аспекты с цифровой зависимостью, не сегодняшнего темы лекции, но в любом случае нужно на это обратить внимание. И цифровые расчеты. Те самые, соответственно, у нас переходят расчеты из, скажем так, банковских счетов и карт уже к мобильным приложениям и так далее. То есть мы уже с вами общаемся в совершенно другом уровне. NFC-технологии – это технологии, когда вы просто прикладываете свой телефон, соответственно, и, скажем так, оплачиваете с помощью приложения Android Pay, Apple Pay. То есть это все туда же. У нас есть с вами теперь два вида защиты. Это принципиальный тоже момент. У нас с вами есть традиционная защита и биометрическая. Конечно же, у нас растет уровень, скажем так, восприятия и возможности по биометрической защите, но на данный момент пока что я все-таки рекомендовала бы совмещать оба вида защиты. То есть если есть такая возможность, она всегда, в принципе, есть, нужно совмещать оба. Поэтому это, скажем так, повысит уровень сохранности ваших данных. По государству. Я вот сегодня обращала ваше внимание, еще раз буквально коротко пройдусь. Мы сейчас уже говорим о том, что у нас есть с вами ЕСИА, да, это система, в которую вы можете зайти, там, не знаю, записаться, еще что-то. Что к ней добавляется, вот к этой ЕСИА, о которой вы уже знаете, это система, единобиометрическая система, в которой хранятся все наши биометрические данные. Владелец Ростелеком этой системы. Как раз-таки, по сути, такое хранилище всех биометрических данных всех граждан России. Такая вот концепция, соответственно. И они между собой будут взаимодействовать. Все это вместе ЕСИА, ЕБС и еще ряд аспектов будет составлять цифровой профиль гражданина России. Ну и, соответственно, текущий момент, ситуация следующая. Если вы передали свои биометрические данные, кстати, есть ли у нас здесь такие, кто-то передавал биометрические данные? Так, не нашлось таких. Отлично, смелых. Вчера сказал руководитель Ростелекомы, что 100 тысяч уже человек передали свои биометрические данные в систему ЕБС. Ну так вот, что вы можете уже сейчас? То есть, если вы передали в систему ЕБС свои данные, то вам уже не нужно для открытия счета идти в другой банк. Вы можете открыть его удаленно, соответственно. И это первая часть. Вторая часть – это, соответственно, вы можете получить кредит и осуществить перевод. Это вот такие вот моменты основные. Что в перспективе? Это, конечно же, телемедицина, дистанционное обучение и сдача экзаменов, государственные услуги в большем их объеме, ну и получение квалифицированной электронной подписи. Это уже такой дальнейший уровень. Ну а в итоге это электронный паспорт гражданина России. То есть вот такие вот у нас наметки. Способы управления денег. Почему это важно? Сейчас объясню. И, собственно, здесь мы с вами заострим внимание на цифровых денежных средствах, которые так интересуют детей. Каждый раз, когда я говорю об этом, каждый раз я стараюсь максимально просто объяснить, что это такое. Ну, в общем, собственно говоря, их эта тема очень интересует, в том числе по тому аспекту, который я сейчас назову. У нас с вами была такая небольшая эволюция с банкнот, соответственно, до цифровых денег. Ну и цифровые деньги сами по себе, конечно, на данный момент не могут выполнять полностью функции денег по одной простой причине, что они имеют очень высокую волатильность. Ну и плюс есть вопрос еще доверия к этим деньгам. Вообще деньги – это всегда про доверие. Я каждый раз об этом говорю. Не устаю говорить, что денежные средства – это доверие в первую очередь и уже во вторую все остальное. И когда это доверие сформируется, то вполне возможны и цифровые денежные средства, которые мы сейчас не воспринимаем как основные, будут таковыми. И это возможно, но просто не сейчас. Да вот сейчас, на данный момент, пока это не работает. И вот здесь очень важный момент. Я сейчас обращаю внимание, что пока что цифровые деньги – это финансовый актив, причем высокорискованный. Поэтому отсюда по классике инвестирования мы в высокорискованные инвестиции можем вкладываться, но не более чем 5-10% инвестиционного портфеля и не кредитов. Потому что случаи, когда кто-то берет кредит в банке, берет, покупает валюту, а потом, соответственно, цифровую валюту, я имею в виду, цифровые денежные средства, а потом не знает, что с этим делать, их масса, к сожалению. Потому что кто-то просто позарился на то, чтобы быстро заработать. Опять-таки, очень высокорискованные активы, максимум 5-10%. Ну и, соответственно, мы идем с вами дальше и по основным элементам пластиковой карты, которые сейчас становятся очень актуальными. Первый момент. Конечно же, когда мы приходим и расплачиваемся куда-то, основной аспект очень важный – это никому карту не передавать. Ну, потому что у нас есть наоборот на стороне CVV-код, который необходим для оплаты платежей в интернете. Вроде бы банальная вещь, но все равно ее очень многие не соблюдают, все равно передают карту. Сейчас, если вы видели на онлайн-кассах новых, начиная с июля месяца, когда расплачиваешься, там даже пин-код вводится, и каждый раз цифры в разном порядке. То есть, чтобы нельзя было запомнить то сочетание клавиш по тепловым аспектам, это уже такие моменты, которые вы нажимали. То есть, вот до такой степени мы уже доходим на данный момент в кибербезопасности. Клавиши уже по-разному расположены, чтобы нельзя было запомнить. Ну и, соответственно, когда мы говорим о том, куда звонить при потере карты, то, конечно же, в колл-центр, потому что сейчас мы с вами будем моменты социальной инженерии рассматривать, здесь тут есть нюансы свои, да, кто кому когда звонит. Поэтому очень важный момент. Есть несколько ключевых аспектов, которые нужно просто соблюдать, хотя карты сейчас уже не так актуальны, вы, в общем-то, гораздо безопаснее иметь Apple Pay, да, или Android Pay, и, соответственно, через них оплачивать. Это безопаснее действительно по факту. Ну что ж, управление счетами. Это интернет-банк. Достаточно популярен все еще пока что, но, естественно, уже уходит, потому что мобильный банк, его функциональность расширяется с каждым годом. Ну и плюс вот мобильные приложения NFC. Здесь не нужно путать две простые вещи. Мобильные приложения NFC – это всего лишь инструмент управления вашими денежными средствами. И мобильный банк – это инструмент именно управления, имеется в виду, прошу прощения, это не инструмент управления как раз-таки, мобильный банк – инструмент управления, а NFC – это всего лишь инструмент, скажем так, замены карты, которые вы не носите, инструмент удобства, да. Вместо того, чтобы не носить карту, вы, собственно говоря, носите с собой, загоняете их в электронный кошелек условный. А мобильный банк позволяет управлять того, чего не делает NFC. То есть инструменты разные немножечко. Это что касается вот этих вот аспектов. Но интернет-банк реально сейчас уже практически не используем. В основном это предприятия, организации и пэшники. Да, иногда физические лица его используют, но уже там в меньшем объеме. Электронный кошелек. Здесь я всегда акцентирую внимание по поводу электронных денег. И ужесточение в этом году произошло по пополнению, по снятию денег с электронных кошельков. Почему это произошло? Ну, я думаю, что с учетом того, что я уже говорила, аспект очень простой. Естественно, у нас есть понимание, что нужно следить за тем, как обращаются денежные средства. Очень во многих случаях электронные кошельки стали просто таким точкой отмывания средств. И поэтому, естественно, по ним произошло сейчас уже заточение. Вот в марте ввели запрет на снятие наличных с анонимных кошельков. И, соответственно, вот у нас сейчас одобрено Советом Федерации по поводу вопросов, связанных с запретом еще и пополнять электронно кошельки анонимно. Соответственно, невозможно это будет сделать. Ну, здесь уже, как говорится, все вопросы закрыты. И вход, и выход. Почему? Да потому что на самом деле электронные деньги, по сути своей, если вдуматься, они то же самое, что обычные деньги. Это не цифровые деньги. Очень многие это путают. Путают, да? Что такое цифровые деньги, если вернуться на минутку в сторону цифровых денег? Цифровые деньги может выпустить кто угодно. Кто угодно. Не знаю. Как вас зовут? Да. Света Коин будет. Я тоже Света. Светлана, да. Света Коин будет у нас, да? Вот мы выпустили Света Коин. Соответственно, сделали наши правила обращения валюты Света Коин. Ну и, соответственно, нужно будет потом спросить, а кто готов вообще Света Коин расплачивать? Ну, я думаю, что у вас наверняка есть друзья, которые скажут, конечно, мы Свите доверяем, и обязательно мы захотим, чтобы вот ее денежными средствами расплачивались. То есть это такое простое объяснение достаточно, но оно помогает понять, что на самом деле доверие к цифровым деньгам, оно именно узкое за счет того, что именно вот факта доверия, да, то есть его нет пока что, да, у большинства. Если вы придете там в ту же самую шоколадницу, то вы вряд ли сможете оплатить там что-то биткоинами, да, вам наверняка попросят рубли. Если вы придете в Европе, вас попросят евро. Если в Штатах, то вас попросят доллары. То есть если мы говорим об электронных деньгах, все равно их природа, это природа изначально обычных денег. Поэтому в целом, с моей точки зрения, кошелек электронный, ну, это такая просто, ну, как это, вообще себя немножечко изживать уже начинает. Я не знаю там, какое у него будущее, но вполне возможно, что оно скоро просто прекратится по факту, потому что смысл его иметь, ну, просто перестает вообще какого-то, вернее, вообще перестает иметь смысл его иметь, скажем так. Тавтология, да, прошу прощения, но вот так получилось. Это по электронным кошелькам. Кстати, у детей всегда спрашиваешь, у них много электронных кошельков, прям наоткрывали себе. Ну, в качестве эксперимента все даже хочут что-то новенькое. Ну что ж, а мы с вами переходим к мошенничеству, и, конечно, топовый вид мошенничества, с которым мы с вами начинаем, это телефонное смс-мошенничество. Сейчас я вам расскажу историю чудную, да, как потерять два раза за неделю по 100 тысяч. Клиент, соответственно, ему идет звонок. Вы знаете, с вашей карты что-то не то происходит, все стандартно, да, как обычно. Он говорит, да вы что, что происходит, давайте там, значит, ваши данные проверим, номер карты, значит, пин-код, быстренько назовите, соответственно, какой код к вам пришел, 3D Secure. Он все называет, все благополучно списывает 100 тысяч, он такой, ай-яй-яй, это были мошенники, звонит в банк, все блокирует, соответственно, пишет заявление, через неделю звонок. Здравствуйте, это майор Сидоров. Вы писали заявление? Писали. Мы нашли мошенников, мы готовы вам перечислить денежные средства. Назовите, пожалуйста, номер карты, код, рассказывать последствия не нужно, да, минус еще 100 тысяч. То есть, кажется, вот уже вроде бы уже и так было потеряно, уже вроде бы вот есть уже первый аспект, но все равно еще раз и еще раз попадаемся. Почему? Человеческие факторы. Мошенники всегда хорошие психологи, и это надо учитывать. Не рассчитывайте на то, что вы вот так хорошо будете владеть ситуацией, там очень хорошие психологи работают, целые колл-центры. Да, естественно, и противостояние им идет определенное, но, знаете, как это, не успеваешь иногда за мошенниками, система сама немножко у нас костная, поэтому ей сложновато за ними поспевать. Но давайте основные примеры рассмотрим, которые есть, на которые не надо покупаться. Оплата на сайте озон.ру зарезервирована. То есть, если вы не совершали операцию, перезвонить, у человека, естественно, сразу начинается шок. Как же так? Я не совершал. Что он начинает делать? Звонить. По какому номеру, который указан в смс-ке? Туда звонить нельзя. Как только вы будете говорить с мошенником, он тут же перехватит инициативу, и как хороший психолог, конечно, сделает так, чтобы вы все рассказали. Кстати, к вопросу о 3D-секьюр-коде. Вот очень интересный момент. Все говорят, что вот там Россия что-то там как-то отстает, и что-то там она где-то там волочится сзади. Вы знаете, что 3D-секьюр-кода, например, нет не в Европе, они только сейчас разговаривают о том, чтобы его вести. В Америке та же самая ситуация. То есть, он есть, в принципе, только в России и еще там в нескольких странах. Все, точка. То есть, 3D-секьюр-код – это, в принципе, тема… То есть, мы впереди планеты всей вообще, с точки зрения банковской сферы, уж тем более. Например, в Штатах, чтобы вам получить выписку по счету, вы не можете получать смс-ку после каждой транзакции. Вот вам пришло там раз в месяц, вот у вас были такие транзакции, и вы никогда не знаете, что у вас за ситуация со счетом сейчас. В России в этом плане, конечно, ну просто вот уровень фантастический того, что вы сейчас получаете, чтобы вы просто понимали, эта разница колоссальная. Еще один вариант. Карта заблокирована в целях безопасности, то же самое, перезвоните. Или еще на что покупаются, это вот поздравляем, пополнение, соответственно, вашего счета прошло успешно, чтобы получить, перезвоните. Задача номер одна. Мы никогда не перезваниваем, да, соответственно, никогда. Это вот самое простое, что нужно сделать – не перезванивать. Есть сомнения, позвоните в банк. Номер телефона банка есть на официальном сайте, есть на обратной стороне вашей карты. Пожалуйста, звоните и узнавайте, что там происходит, если вдруг такие сомнения закрались. Но по телефонам, которые указаны в смс, мы никогда не перезваниваем. Еще распространен способ мошенничества, если вы что-то продаете, конечно же, социальная инженерия – это Авито, и Юла сайты, соответственно, и социальные службы так называемые, ну и, естественно, звонки от банков. И тут недавно была конференция одна, и ко мне после конференции подходит девушка-финансовый советник из региона и говорит, как же так? У меня в телефоне забит телефон банка. Вот банк, написано банк, я записала его да сама. И вот мне звонит банк, у меня прямо на телефоне так воспитывается, мой банк, да, то есть у него там записано все. Ну как же так? Ведь у меня же забито это в мою телефонную книжку. Это же, ну я сама это сделала, ну как же там могут быть мошенники? Очень все просто. Мы с вами имеем сейчас дело с IP-телефонией. И, соответственно, любой человек, знающий любой ваш номер, ну, например, номер вашей мамы, может вам позвонить с номера вашей мамы и сказать, здравствуйте, с вашей мамой случились проблемы. Вот надо срочно перечислить денежные средства, естественно, у вас будет шок. Но здесь, как говорится, есть плюсы, есть минусы. У IP-телефонии есть минус. Она работает только в одну сторону. Если вам кто-то позвонил, у вас должны сократиться какие-то сомнения, надеюсь, они будут закрадываться в этих ситуациях, и у вас есть эти сомнения хоть оба на минутку, перезвоните, перезвоните сами. Это все работает в одну сторону. Именно поэтому сейчас очень многие так возмущаются, когда звонят из банка, там действительно номера банка, действительно они там есть. Это подмена номера в момент звонка. Поэтому в этой ситуации, собственно говоря, ваша задача прекратить разговор. В общем, любая тема с мошенничеством должна у вас заканчиваться одним прекращением разговора. Вы никогда не выиграете. У вас нет просто шансов перед мошенниками, шикарными психологами. Только если вы действительно, вот как я, например, хорошо владеете ситуацией. И вы можете даже после этого как-то красивый разговор построить. У меня такой однажды звонок был. Я все пыталась поговорить, думаю, ну как же, когда же мне нужно что-то спрашивать, какие-то вещи. Но это очень сложно, поэтому общие рекомендации, конечно, и детям в том числе не говорить. Скимминг. Еще один вид мошенничества, он не такой популярный, но он существует, действительно. Кстати, картинки, которые вы сейчас видите, это картинки из книжки. Вот они там есть. Вся книжка, она весь учебник для детей иллюстрирован вот такими наглядными прям пособиями. То есть все четко написано, что конкретно, и прям нарисовано полностью весь учебник так проиллюстрирован. Еще раз напомню тем, кто у нас подошел, за лучшие вопросы. У меня есть три учебника моих, финансовые грамоты, цифровой мир, я готова их подарить буду за лучшие вопросы. Так что обязательно потом готовьте и задавайте. В скимминге смысл заключается в следующем, что по сути идет такая подделка клавиатуры или подделка того места, где вы ввод карты холдера, соответственно, куда вы вводите карту. И еще камера стоит. Например, она может считывать, какой пин-код вы вводите. Камера смотрит прямо на клавиатуру. Редкая достаточно сейчас вид мошенничества. Раньше он был более востребован. В основном на тех банкоматах, которые расположены на отшибе. Вам нужно просто смотреть какие-то банкоматы, которые либо в торговых центрах, либо, соответственно, в самих офисах банков расположены. То есть использовать себя, предохраняться вот таким способом. И еще один момент, конечно же, ставить лимиты. Лимиты просто ежедневного снятия денежных средств. Это тоже вам очень сильно поможет. Фишинг. Второй по популярности способ мошенничества после социальной инженерии. Я вас уверяю, даже прямо думаю, что это станет номером один. Вот просто номером один. Либо будет сочетание фишинга и социальной инженерии. Рассказываю вам пример фишинга и социальной инженерии. Мошенники подделали сайт банка. Это было два года назад, который входит в топ-20. Ну, то есть топовые банки. То есть люди могут доверять. И, соответственно, как вы смотрите, когда вы заходите на сайт? Ну, там цветовая гамма что-то. Тут что-то было голубое, тут что-то зеленое, тут что-то красное. Ну, вот вроде похоже. Ну, там. Когда личный кабинет, уж тем более. Личный кабинет, ну, что-то там красненькое, зелененькое, синенькое, желтенькое. Порой похоже. Что-то такое было. Никто не смотрит детали. И, соответственно, в этой ситуации у мошенников есть большая фора. Что произошло? Подделали сайт банка. Сделали, соответственно, предложение, что мы готовы выдавать кредиты. Только для того, чтобы мы выдали вам кредит, вы, пожалуйста, нам перечислите денежные средства за рассмотрение. Вперед. И вы не поверите, но люди перечисляли. И порядка восьми регионов было задействовано. И действительно пострадало большое количество человек. И причем перечисляли денежные средства на карту физического лица другого банка. То есть это абсолютный нонсенс, кажется такой. Но это факт, это работает. То есть у вас сочетание идет фишинга и социальной инженерии. Сочетание методов, возможно, соответственно. Еще раз про фишинг. Давайте обратим внимание. На что обращать внимание, когда вы… Что-то у меня вот так она не показывает. Я вот здесь вот подойду и обращу ваше внимание. Посмотрите вот сюда. Это протокол защищенный. Вот здесь вот такой вот замочек закрытый. И написано HTTPS. Если вы заходите на сайт, и у вас написано, что это HTTP, это незащищенное соединение. Там даже сейчас у вас будет писаться небезопасное. То есть если у вас нет S, это значит security. У вас небезопасное соединение, соответственно. И мы говорим о том, что такой сайт может быть фишинговым. И если у вас сайты… То есть они, в принципе, все нормальные сайты всегда должны иметь HTTPS. Вот такое вот предварительное разрешение. Протокол HTTPS. А если сайты, конечно, мошеннические, они, естественно… Ну зачем вам платить за это? Это же нужно оплачивать, поддерживать, заниматься этим. Они, конечно, это делать не будут. Это первое. Второе. Вы смотрите в строку браузера. Вот там написано, да, соответственно, vtb.pao. Там HTTPS online.vtb.ru. Вы должны смотреть, что там написано. Если там написано было бы там, например, не vtb, а vtttb. Вы не заметите, может быть, этих букв, да? Ну, небольших каких-то. Но то же самое. То же самое. Смотрите, ВКонтакте вот наверху. ВКонтакте две буквы «Т». Вы можете не заметить, да? Но вы переходите, вроде так, внешне все хорошо, да? И, соответственно, все это вот таким образом происходит. Поэтому фишинг – это номер два популярности. И сейчас он будет только, собственно говоря, расти его популярность. Здесь смотреть строку браузера, четко понимать, куда вы переходите. И еще очень важный момент, когда у вас есть так называемый кликбейт, то есть у вас вы заходите на сайт, например, поиска чего-то ни было, смотрите все самые дешевые, не знаю, там путевки куда-нибудь. И вот вам говорят дешевые билеты. И вы сразу кликаете на эти агрегаторы. На этих агрегаторах, может быть, он будет и не поддельный сайт, но на самом деле он просто соберет данные о вас. То есть поддельный сайт под какой-то агрегатор это может быть. А может быть просто какой-то агрегатор, но, скажем так, некачественный. То есть вы просто там можете деньги оставить, потерять. Вот очень четко проверяйте сайты-агрегаторы и те сайты, где вы собираетесь вообще-то оставить деньги. А так в целом, если вы просто ходите по сети, то безопасный он, небезопасный, HTTP, не HTTP. и S, там этот протокол вообще значения не имеет. Просто если вы ходите и серфите, это абсолютно не имеет. Только для денег. И вот последний способ – это сниферинг. Все любят Wi-Fi бесплатный, дети особенно. Все можно делать через бесплатный Wi-Fi. Вот вы абсолютно все. Серфите, смотрите свои соцсети, но только не платите. Платить через Wi-Fi нельзя. Просто нельзя, никогда. Выходите из сети Wi-Fi, заходите в обычные сети связи и уже после этого проводите оплату. Это что касается, собственно говоря, сниферинга. Все картинки в книжке, об этом вся информация там есть. Правила кибербезопасности перечислять сейчас не буду. Они основные. Это три блока. Свои устройства, конечно же, нужно обновлять все антивирусные программы. Свои данные не выдавать в интернет. Ну и соблюдать все-таки, скажем так, в сети права других пользователей. Потому что вы знаете, что у нас есть закон о фейках. Если вы перепостили какую-то новость, она была фейковой, то большой вопрос к вам в том числе будет. У нас, если есть, еще нам дадут еще где-то минутки 3-4. Я расскажу про финансовые пирамиды. Рассказать? Продолжаем, да? 4 минуты. Прекрасно, прекрасно. Давайте расскажу, потому что тоже интересно. Признаки финансовой пирамиды. Все знают. Кстати, вот Кэшбери, которая была финансовой пирамидой, она была признана таковой. В конце 2018 года ее рекламировал Николай Басков, если я не ошибаюсь. Ну и вообще много актеров. Поэтому вот эти вот признаки основные. Агрессивная реклама, замалчивание рисков, высокие процентные ставки, прибыль за счет привлечения и бесконечная масса лозунгов. Вот только сейчас. Вы должны прямо сейчас прийти к нам, и все никак иначе. Задача не дать вам подумать. Всегда у мошенников задача вас вывести из равновесия. Потому что как только у нас эмоцию перевешивает рацию, все, мы тут же отключаем рациональное мышление. Какие же есть пирамиды в интернете? Вот то, на чем покупается очень много подростков. Огромное количество. Ну, здесь основные принципы, что они, конечно, маскируются под реальный бизнес, позиционируют себя обладателями эксклюзивной информации, конечно же. Ну и предлагают вступать в закрытые сообщества. Это сейчас супермодная тема. Это подростков, конечно, всегда привлекает. И закрытые клубы, обладающие особой информацией, особенно футбольные ставки, еще что-нибудь, заработайте там на этом, получите какие-то преимущества. Очень-очень много таких вот клубов. Это все мошеннические действия. Та же самая ситуация в розыгрышах участия. Заплатите нам 200 рублей, и вы можете выиграть. Таких по 200 рублей соберется миллион. Глядишь, они и заработали организаторы. Вот, отбили деньги на организацию. То же самое. Плюс еще включается сюда проблема с анонимностью интернета. Это ведь основная проблема, которая есть. Откуда берется кибербуллинг такой дикий в интернете? Все от тут же, от анонимности. Люди перестали просто видеть берега. И если бы они знали, что они там неанонимны, они уже не писали половину того, что они там пишут. Даже, может быть, процентов в 90. Работа на рынке с иностранными брокерами. Очень часто предлагают. Это прямо вот одно из самых популярных. То же самое Forex. Вот следующий вариант. Forex постоянно пытаются привлечь к иностранным брокерам. Вы сейчас заработаете очень быстро. Алгоритмы устроены так, что вы никогда не заработаете. Вы не сможете сыграть против брокера. Это невозможно. Если вы не обладаете знаниями о финансовом рынке, вот я сейчас записываю для своего YouTube-канала серию видеороликов по инвестициям. Вот следующий будет по макроэкономике. Еще один по классу подбора класса активов. Это невероятно. Вы никогда не сыграете против брокера на рынке. Он гораздо более опытный, чем вы. Это невозможно. Просто невозможно. Микроэкредитование. Соответственно, то же самое. Очень многие на этом покупаются, вкладывая денежные средства, пытаясь получить большой процент. И инвестиции в криптовалюту. Вы не поверите, даже пытаются детей в криптовалюту. Собственно говоря, да. Да, одна минутка у нас есть сами. Так, про агрегатор я вам сказал. Но еще такой момент тоже. Биткоины, краудфандинг, ICO, стейблкоины. Это такая новая тема. Стейблкоины, кстати говоря, это та тема, которую Facebook хотел продвинуть. И вы знаете, что Facebook сейчас запретили выпускать свою собственную корпоративную валюту, когда как раз они ее позиционируют как стейблкоины. То есть привязанную к базовым валютам. Потому что якобы это более защищено. Но на самом деле здесь уже, естественно, Минфин США понял, что сейчас как Facebook-то выпустит на 2,5 миллиарда свою валюту-то, никакое государство не может похвастаться таким количеством международных активных пользователей. Поэтому большой вопрос. Сейчас вопрос заморожен. Телеграмму тоже не разрешили. То же самое Минфин США. Очень сильно разочаровался владелец Телеграммы. Но что делать? Это экономика. Всегда ищите во всем экономику. Ну что ж, я вас поздравляю. У вас высокая когнитивная выносливость. Мои контакты YouTube, Instagram на экране. Пожалуйста, QR-код YouTube канала. Он есть в том числе и в книжке. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу. И, соответственно, вы помните, что у вас ждет подарок. Да, давайте. У нас прям буквально пока загружают презентацию, мы ответим. Давайте, да. Давайте. Спасибо большое, потому что мы преподаем, и был целый курс не просто экономики. И вот видно, меняется роль банков, и многие банки выходят в систему образования, оказывают разные услуги, ладошки по оплате питания и так далее. Поэтому спасибо вам большое за пособие, потому что он появился очень вовремя. Ну просто необходимо. Спасибо. Так, вопросы, вопросы. Вопрос касается того, что вы с вами начали с обучения. То, что дети бегут вперед в цифровой мир, а, как правило, преподают экономику, преподаватели истории, которые имеют гуманитарный up-the-ground, и, соответственно, они вообще не понимают, вот куда развивается информационная система. Как быть с этим? То есть вот этот разрыв между детьми, с одной стороны, которые идут в цифру, и учителями, которые не знают этого всего, не понимают этого. Ну вот как раз я об этом подумала заранее, и для этого есть YouTube-канал. Методические рекомендации у меня выпущены для учителей. 23 сентября был всероссийский, у меня, соответственно, в просвещении сделан мастер-класс для учителей. Когда учитель не знает какую-то тему, он просто включает у себя, да, проходите, он включает у себя просто-напросто YouTube-канал, то есть видео на YouTube-канале прямо написано даже какие, и уже вместе с детьми их разбирает. Ему не нужно в это настолько сильно погружаться. Он таким образом начинает агрегировать профессионалов вокруг себя. Это же и есть коллаборация, принцип мира будущего, да, навыки 4К, коллаборация, коммуникация, критическое мышление, и, соответственно, что у нас там еще, а креативность. Поэтому вот это именно таким образом будет решаться. Еще вопросы? Есть ли у вас в книге такая важная глава, как мне кажется, сегодня есть? Это технологии, которые занимаются привлечением внимания, ну и продажей соответствующей, такие как закрытые распродажи, успеете последний день купить, яркая расцветка товаров, то, на что покупаются современные дети и подростки, и чему крайне сложно противостоять родителям. И мне кажется, вот эти вещи нужно как-то объяснять не 8-й, 10-й класс, а 5-й, 6-й уже, как маркетологи выстраивают, ну и производители мобильных приложений так, чтобы купили, чтобы было социальное одобрение, чтобы было много лайков и так далее. Да, такая тема есть. Глава моделирования личных финансов начинается как раз с того, как реклама влияет на потребителя. И еще это дополняется видеороликами на YouTube-канале, которые всегда можно зайти и посмотреть, потому что QR-код YouTube-канала есть на каждом шмут-титуле в книге. То есть это встроенная тема, действительно уникальная, посмотрим, как пойдет. Поэтому там это начинается вот именно с этого, что сначала вам нужно посмотреть, как на вас воздействует реклама, а после этого вы только принимаете решение. Ну сейчас уже подробно не буду говорить, но да, есть прямо, это прям целый момент, на который я акцентировала внимание. Вы говорили про анонимность в интернете, и тогда у меня возникает такой вопрос, как в России улучшить интернет-полицию, вообще киберполицию, чтобы человек, вот бывает, те же киберпреступники, они создают очень много сайтов липовых и выходят в такие сети, что их невозможно найти и невозможно как-то их привязать к их настоящему киберпреступлению. Как можно улучшить киберпреступление? Тема очень большая, на самом деле я просто вам скажу статистику. За последние пять лет в России количество киберпреступлений увеличилось в 16 раз. В 16 раз. 30% киберпреступлений вообще не раскрывается. Это так по самым минимальным подсчетам. Примерно половина из них даже не берутся заявления, потому что нельзя понять. То есть не сам клиент не может сформулировать, что у него произошло, то есть сам пострадавший. Не, собственно говоря, уже более того, невозможно сформулировать, а что происходит, что вообще, что произошло, вот с IP-телефонением, например, варианты приводились. Ну что, повышать уровень, собственно говоря, качества наших коллег в следственных органах, учиться, и анонимность интернета – это уже отдельная тема. Но я надеюсь, что нам не будут делать все-таки закрытую тему. Поэтому так. Очень насущный для меня вопрос. Мой ребенок, ему 8 лет. Мальчик. Три раза уже он меня спрашивал, просил завести ему карту банковскую. Он очень не любит наличные деньги, ему нужна карта. Там в буфете школьном он расплачивается москвенком, да? Как мне сделать это безопасно? Завести ему карту. Вы в любом случае сделаете это безопасно, потому что карта, она привязывается, он не может распоряжаться денежными средствами на карте только в рамках лимита, который вы оговорите. Поэтому просто дайте ему лимит, на карту ее включите, вы будете в мобильном банке видеть свою и его карту и контролировать. То есть видеть, куда он тратит? Да, конечно. А у него не будет отдельного мобильного банка? Да, у него не будет. Только карта будет исключительно на его имя, но вы будете, собственно говоря, тем ответственным лицом. Нет. 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 Лимиты у него будут свои, не волнуйтесь. В этом плане это абсолютно отдельная тема. Да. Спасибо большое. Еще? Хорошо. Давайте. Последний вопрос. Я хотел задать вопрос как преподаватель экономики, финансовой грамотности. Детей, в общем-то, больше всего интересует, вот интересно, комментарий все-таки специалиста банка, то есть будущее электронных валют. Понятно, что история с биткоином, она прошла, и в общем-то многие люди на биткоине очень хорошо заработали, но мне кажется, что из-за биткоином появятся какие-то новые криптовалюты. Смотрите, я вот уже говорила вам про Facebook. Давайте посмотрим, чем закончится эта тема, потому что это очень показательный кейс, это такой прецедентный аспект, то есть здесь нужно понять, государство разрешит отдать все это вообще корпорациям, и кто у вас тогда будет вообще во главе всего, корпорации или государство, да? То есть люди будут кому доверять больше, тем более, что общественные блага сейчас распределяются между государством и корпорациями примерно поровну. Если вы в Инстаграме открываете аккаунт, вы ведь не платите за это, это общественное благо, понимаете? А у нас раньше всегда общественные блага представлялись только государством. Но это отдельная тематика такого большого стрима экономического. В общем, посмотрим. Давайте следить вместе за Facebook, Telegram, что там будет происходить и за Google. Спасибо вам большое. Так. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok